Привет друзья! Китайская компания Xiaomi выпускает хорошие смартфоны с одним из лучших соотношений цена-качество. Но в последнее время и столько развелось, что нужно посидеть и перелопатить тону информации, чтобы понять что к чему. Особенно это касается линейки Redmi, где к названиям куча приставок типа Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro. Что за черт? Где отличия и что конкретно подойдет тебе, мой друг? Давай попробуем разобраться. Мое личное мнение по поводу того, чтобы покупал себе я или родным, вы тоже услышите. Итак, поехали! Для начала определимся с ценой. Если вам нужен самый дешевый телефон от Xiaomi для ребенка, бабушки на подарок или вы неприхотливый пользователь, можно обратить внимание на серию Redmi с приставкой A. Делаем первый вывод. Redmi с приставкой A самые дешевые, следовательно и характеристики у них самые простенькие. Во-первых, то, что их всех объединяет, все они выполнены из пластика, а экран имеет HD разрешение. Full HD ни у одного Redmi с приставкой A нет, что не очень айс. Сканер отпечатков пальца достался только старшей версии линейки Redmi Note 5A Pro. Тут есть разные модификации памяти и опять-таки среднее железо. Сегодня можно смотреть именно в ее сторону, с памятью 32 или 64 гигабайта. Но на всякий случай оставлю в описании ссылочки на все три модификации, чтобы вы смогли сравнить цены. Они тут самые низкие, что я смог найти. Но укажу лишь те магазины, где я сам уже покупал. За 80 долларов можно взять младшую версию смартфона Redmi 4A. И он будет намного лучше малоизвестных китайских представителей. Добавив, можно найти модификацию на 32 гигабайта. Итак, первая ступень Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime или Pro. Смотрим в их сторону, если у вас ограничен бюджет. Перемещаемся на ступень выше. У нас тут парочка более ранних, но более предпочтительных моделей. Особенно если вы ценитель экранов с классическим соотношением сторон 16 к 9. А также любитель небольших смартфонов с 5 дюймами. Redmi 4X. Есть версии на 16, 32 и 64 гигабайта. Цена примерно 110 долларов за младшую модификацию. И за 163 можно взять самую старшую на 64 гигабайта. Среднюю модификацию на 32 гигабайта можно взять за 134 доллара, что не может не радовать. Эти смартфоны по-моему будут более предпочтительны по сравнению с A серией. Тут и процессор хорош, а главное батарея на 4100 мА, что делает эти смартфоны очень автономными. Дальше следует Redmi Note 4X. Тут у нас экран 5,5 дюймов с разрешением Full HD. Соотношение, правда, тоже не новомодное 18 к 9. Проверенный временем процессор Snapdragon 625, запаса производительности которого еще будет хватать долгое время. Батарея тоже на 4000 мА и от одного заряда будет жить долго. По праву, эти смартфоны были хитами продаж по причине отличной цены и сбалансированных характеристик. Тут тоже есть модификации на 16, 32 и 64 гигабайта. Но если вы нацелились уже на смартфоны 5,5 дюймов, старайтесь брать, если позволяет бюджет на 32 гигабайта. Ведь пофотографировать и закачать парочку фильмов или музыки лишним не будет. Тем более версии на 16 и 32 гигабайта почти не отличаются по цене сейчас. Потому на 16 даже не буду указывать в описании. Нет смысла. Потом спасибо скажете. Итак, глобальную версию на 32 гигабайта можно взять за 140 долларов сейчас, что очень недорого. А версия на 4.64 обойдется вам в районе 170 долларов. И смотрите, не перепутайте версии. Есть Redmi Note 4 на процессоре Helio X20. Вот его сейчас не стоит брать. Он греется, быстрее садит батарею и троттлит. Так что, едем дальше. Вот мы и подошли к более новым смартфонам от компании. Ни для кого не секрет, что тренды диктуют условия рынку. И все кинулись сделать смартфоны с отношением сторон 18 к 9. Другими словами, вытянутые дисплеи. И тут у нас парочка смартфонов, которые вышли параллельно. Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Redmi 5 продается в двух модификациях. 2.16 гигабайта памяти и 3.32. Еще есть модификации на 4 гигабайта оперативки и 32 встроенные. Но я думаю, что это маркетинг и за гигабайт оперативки не стоит переплачивать. Настоятельно рекомендую покупать версию на 32 гигабайта, поскольку ну мало сейчас 16 гигабайт. Надо как-то ролик запилить на эту тему и пояснить почему. У смартфона вытянутый экран на 5.7 дюймов. Жаль, что не Full HD, только HD+. Хотя качество, цветопередача, углы обзора, все на высшем уровне. А вот разрешение хотелось бы чуть больше. Тут хороший процессор Snapdragon 450 и неплохой графический процессор Adreno 506. Который в тандеме с небольшим разрешением позволит играть вам даже в графически тяжелые игры на данном смартфоне. Потому его можно назвать самым доступным игровым смартфоном. А еще у него хорошие камеры, как для своей цены. Точно такая же камера, как старшего брата Redmi 5 Plus. Аппарат очень тонкий и удобный. Меньше от своего старшего брата Redmi 5 Plus за счет чуть меньшего экрана. Потому станет хорошим выбором при покупке за небольшие деньги. А старшую на 3.32 можно взять за 140 долларов. Ну и старший брат с приставкой Plus. Redmi 5 Plus. Несомненно, хитовый смартфон. С Full HD Plus экраном в 6 дюймов. И на канале есть ролик, где я поделился впечатлениями об использовании аппарата за 2 месяца. Можете заценить. Тут такой же процессор, как в Redmi Note 4X, потому они очень схожи в производительности. Главное отличие – вытянутый и больший экран в Redmi 5 Plus. А также более качественная камера. Кстати, в Redmi 5 и 5 Plus добавили фронтальную вспышку для селфи в недостаточном освещении. Еще тут уже реализовано управление жестами, подобно айфоновскому. И знаете что? Вот тут и ощущаешь безрамочность. Когда даже на экраны кнопки не отъедают часть экрана. В общем, ищите смартфон за небольшие деньги с экраном 18 к 9, неплохими камерами, батареей, управлением жестами. Это он. Действительно годный аппарат. Цены тоже вполне доступные. Версию на 32 гигабайта можно взять за 150-160 долларов. Версия 4.64 обойдется в районе 172-180 долларов. Передвигаемся еще на ступень выше. Тут у нас уже Redmi Note 5. Есть азиатская, есть индийская модификация. Нас же интересует только глобальная. Вы же не хотите возиться с перепрошивками, разблокировками загрузчика и так далее. Потому смотрим в сторону глобальной версии. Китайские на момент записи данного видео уже есть в продаже. Глобальная версия данного смартфона уже на подходе или уже вышла, если вы смотрите это видео чуть позже. Так вот. В серии Redmi этот смартфон самый сок. Верхушка айсберга, венец творения китайского смартфона строения. Если бы не скопированная с айфона камера. Которая как по мне чуть не в тему и убавляет индивидуальности. Но это мелочь. Главное что тут есть это свежий процессор Snapdragon 636 с видеоускорителем Adreno 509. Это позволит смартфону запросто ворочать графически сложные игры на максимальных или около максимальных настройках. Двойная камера позволяет делать вам неплохие снимки с эффектом боке. И наконец в линейке Redmi добавили цифровую стабилизацию при съемке видео. Батарея такая же как и у Redmi 5 Plus. Автономность почти такая же. Потому если вы планируете играть в игры или любите снимать видео, фотографировать с размыванием заднего фона. Этот смартфон ваш выбор. Если игры, фото и видео возможности вас не очень увлекают. Redmi 5 Plus. Ведь есть маленький нюанс. А именно цена. Сейчас когда они только появляются она не радует. По предзаказу можно было взять дешевле. Теперь нужно ждать снижения. Из 160-170 долларов за версию 3.32 гигабайта и 200-210 за версию на 4.64 считаю адекватной ценой. Сейчас же не очень радуют цены. Но все равно самые низкие укажу в описании. Думаю они будут падать. Но за 300 долларов версия на 4.64 это по-моему перегиб. В общем буду следить за ценой и выставлять лучшие цены внизу под данным видео. Теперь маленький вывод. У нас уже была самая простая и доступная линейка Redmi серии A. Потом просто Redmi с приставкой X или без таковой среднего ценового сегмента. Дальше настал черед флагманской линейки Mi. И первый и самый доступный тут Mi A1 и Mi 5X. Первый нацелен на наш рынок. Тут же голый Android в качестве операционки. Со всеми вытекающими. А Mi 5X точно такой же по всем параметрам, только с оболочкой MIUI. И нацелен больше на китайский рынок. По железу это тот же Redmi Note 4X и Redmi 5 Plus. Тут знакомый нам Snapdragon 625. Но тут уже используется USB Type-C и двойная камера. На которой можно сделать неплохое фото с размытием фона. Также есть двукратный зум. А вот стабилизацию не завезли. Аккумулятор на 3080 мА после Redmi для диагонали 5,5 дюймов, как по мне хотелось бы больше. Данные смарты подойдут тем, кто любит голый Android в случае с Mi A1. И двойную камеру. Цены тоже не кусачи. На данный момент 166 долларов за версию 4,32 гигабайта. И версия на 4,64 обойдется вам в 185 долларов. Mi 5X в той же ценовой категории, если это версия на 64 гигабайта. Версию на 32 сейчас нет смысла покупать. Она почему-то дороже. Может их мало сейчас, потому цены и поднялись. Давайте глянем, что там у нас дальше по ценовой цепочке. Xiaomi Mi Max 2. Это уже не смартфон, а смартфонище. Именно так. Первый раз покрутив его в руках, понимая, что карманы теперь нужны побольше. Тут экран еще на 6,44 дюйма. И тот же процессор, что и предыдущих братьев. Опять порт USB Type-C намекает, что это уже другой уровень. Ведь пока что по традиции в бюджетнике и средний сегмент Xiaomi не ставят его. Тут неплохой сенсор камеры, огромная батарея на 5300 мА, что делает этот смартфон самым долгоживущим из всех представленных. Также отличный звук из динамиков не намекает, а уже прямо указывает на то, что это мультимедийное устройство для потребления контента. Купить версию на 4,64 памяти можно от 206 долларов. Золотистый будет дешевле. Окей, средний сегмент в серии Mi мы прошли. Поехали дальше. Теперь актуальные флагманы. Как ни странно, можно обратить внимание на модель Mi 5S. Он подойдет тем, кто ценит компактные, но производительные смартфоны. Уже есть NFC для бесконтактных платежей. А главная фишка в нем – отличная камера. Наверное, лучшее, что можно позволить за эти деньги. Но учитывайте, что модель не очень новая, релиз был еще в 2016 году. Зато с тех пор подешевел прилично. Можно взять в районе 260 долларов за младшую версию. Далее нас ждут парочка отличных смартфонов Mi 6 и Mi Note 3. Это два похожих внешних смартфона. И камеры одинаковые. Они неплохие в фото и видео возможностях. Есть даже оптическая стабилизация. Двойная камера с эффектом боке. Экраны в Mi 6 поменьше – 5,15 дюймов. В Mi Note 3 экран 5,5 дюймов. Mi 6 обзавелся флагманским процессором прошлого года – Snapdragon 635. Конечно, он тянет все. И еще просит. В Mi Note 3 не флагманский, но самый старший процессор 600 серии. Но самое интересное, что он справляется абсолютно со всем. Так зачем же платить больше? Само собой, что все атрибуты типа NFC, быстрой зарядки и так далее у них есть. Еще у Mi Note 3 батарея побольше, а цена немного поменьше. Потому если вы ищете флагман за разумные деньги – вот он. Если вам нужен экран поменьше – пожалуйста, Mi 6 к вашим услугам. Mi 6 за младшую версию вам придется выложить 337 долларов. А вот Mi Note 3 сейчас можно взять за 320 долларов. Но это будет версия на 6,128 гигабайт. По-моему, это лучшие характеристики, что на данный момент в целом можно купить за эти деньги. Ну и напоследок высший ценовой сегмент от компании Xiaomi. Mi Mix 2 и Mi Mix 2S. Mi Mix 2 просел в цене, как только появился Mi Mix 2S и стоит 400 долларов. Mi Mix 2S всего 615 зеленых. Как вам такая цена? Думаю, следует немного подождать ее падение, так как он только недавно вышел. А вот кто мечтал о Mi Mix 2, то уже можно задуматься о покупке данного безрамочного флагмана. Топовые железяки, что там, что там, 6,64 и больше памяти, премиальные материалы. А стоят ли они этих денег, решать вам. А теперь одна из последних моделей от Xiaomi, игровой Black Shark. Производительность на несколько лет вперед. Аккумулятор на 4000 мА, двойная камера, предположительно как у Mi 6 и Mi Note 3. Даже отдельные аксессуары, типа геймпада, специально для него продают. Тут ясно, что смартфон заточен на игры. 580 долларов на данный момент за версию 6,64 гигабайта. И можно предзаказать на Али. Конечно же, цены просядут в дальнейшем. Думаю, достаточно. Лично для себя, учитывая соотношение цена возможностей на сегодня, я бы выбрал, если это серия Redmi, Redmi 5 Plus. Или Redmi Note 5. Если поменьше, то Redmi 5. Из серии Mi, я выбрал бы Mi Note 3. Хоть и дизайн соотношения сторон экрана еще по старым лекалам, все равно в нем есть все, что нужно. А что бы выбрали вы? Или уже выбрали? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А с вами был Smart Plus. Не забудьте подписаться и поставить лайк данному видео. И до новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!